здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства и сегодня поговорим о тех культурах которые можно посеять на рассаду в апреле томаты перцы и баклажаны уже давно растут на наших подоконниках однако есть и другие культуры которые можно посеять через рассаду и получить более ранний урожай первая культура о которой я хочу рассказать это огурцы огурцы конечно можно высевать сразу в грунт безрассадным способом однако урожай будет не ранний если выращивать огурцы через рассаду то урожай можно получить в более ранние сроки рассаду огурцов высевают в апреле а в грунт высаживают в возрасте 20-30 дней рассаду можно высаживать как в теплицу так и в открытый грунт но нужно учитывать что в мае еще могут быть возвратные заморозки если вы собираетесь высаживать рассаду огурцов на грядку то следует учитывать погодные условия и ни в коем случае не высаживать огурцы слишком рано когда есть угроза возвратных заморозков сорта огурцов каждый выбирает сам например мне нравятся сорта такие как родничок сорт пиарента сорт веросень сорт либела это основном все старые сорта огурцов они проверенные временем они надежные и дают всегда гарантированный урожай а также зеленцы отлично подходят для засолки семена огурцов также как и семена других культур нуждается в протравливании если вы приобрели семена в магазине и они покрыты специальным покрытием зеленого цвета либо голубого цвета значит они обработаны специальным фунгицидным составом и не нуждаются в обеззараживании если у вас семена собственного сбора то конечно их нужно обеззаразить у нас на канале есть масса видео про обеззараживание семян но я использую самый простой способ использую раствор триходермы увлажняю какую-либо тряпочку и засыпаю туда семена затем все это помещаю в банку либо в пакет и помещаю в теплое место где температура плюс 26 плюс 28 градусов в теплой среде триходерма активизируется она обеззараживает семена и от тепла семена прорастают через два-три дня появляются хорошие корешки и семена можно высевать сразу в емкости нужно отметить что рассада огурцов не слишком любит пересадки поэтому используйте отдельные емкости и при высадке рассады в грунт старайтесь не разрушать земляной ком чтобы не повреждать корневую систему тогда рассада приживется намного лучше грунт для рассады огурцов должен быть рыхлым и легким в таком грунте рассада будет хорошо развиваться ph для огурцов должен быть в диапазоне шесть целых три десятых семь целых ph глубина посева семян примерно два сантиметра после того как мы посели наши семена в емкости засыпали грунтом нужно поместить стаканчики какие-либо пакеты либо закрыть их стеклом чтобы не испарялась лишняя влага чтобы образовался парниковый эффект и семена лучше прорастали после того как появились сходы стаканчики ставим на самое освещенное место на самый хорошо освещенный подоконник ведь огурцам очень важно получать много света тогда рассада будет крепкой и хорошо развиваться если есть возможность обеспечить дополнительное освещение до 10 12 часов в сутки также очень важным условием является температурный режим он должен быть в диапазоне плюс 18 плюс 22 градуса тепла если будет повышенная температура рассада будет вытягиваться какие же культуры можно посеять на рассаду в апреле кроме огурцов это конечно же арбузы и дыни вопреки устоявшемуся мнению арбузы и дыни могут прекрасно расти в наших климатических условиях в беларуси и средней полосе россии сейчас существует масса ранних и районированных сортов которые отлично вырастают и дают хороший урожай в нашем климате какие же сорта я могу порекомендовать это сорт российской селекции сорт арбуза ультра ранний арбузы небольшие однако они созревают даже при неблагоприятных погодных условиях и у вас всегда гарантированный урожай второй сорт арбуза точнее гибрид это кримсон кримсон руби это гибрид японской селекции данный гибрид отличается устойчивостью ко многим заболеваниям неблагоприятным условиям погоды урожай данного гибрида можно получить за 60 75 дней это очень важно в нашем климате есть еще и сорта дыни опять же могут быть отечественные селекции сорта могут быть за зарубежной тут каждый выбирает сам что нравится один из моих любимых сортов это сорт золушка опять же сорт российской селекции дыньки небольшие круглые однако очень ароматные и сладкие многие раннеспелые сорта не могут похвастаться вкусовыми качествами а этот сорт он идеален дыня которая напоминает классическую дыню с рынка вот она сладкая и ароматная как южные сорта обязательно посадите вот этот сорт второй сорт гибрид от опять же японской селекции это айкидо f1 дыньки небольшие вырастают однако ранний срок созревания и опять же устойчивость к разным неблагоприятным факторам поэтому также рекомендую посеять у себя данный гибрид посев на рассаду и уход такой же как и за огурцами в те же сроки рассада дыни высаживается в открытый грунт либо в теплицу в возрасте 25-30 дней рассада арбуза в возрасте 20-30 дней в зависимости от сорта если вы собираетесь выращивать арбузы и дыни в открытом грунте лучше обеспечить их укрытием из белого спонбонта так будет сохраняться влага и растения будут защищены от перепадов температуры еще одна культура о которой я хочу рассказать это физалис физалис не такая популярная культура у нас в беларуси однако очень зря физалис крайне устойчивая к различным болезням растения крайне урожайное растение существует масса различных сортов и и видов физалиса может быть ягодный физалис есть перуанский физалис и овощной физалис нужно сказать что ягодный физалис и перуанский имеют длинные вегетативные периоды и в наших условиях в открытом грунте вызревает небольшой процент ягод а иногда и вовсе ягоды не вызревают лучшим по моему мнению для нашего климата является физалис овощной на рассаду физалис высевают примерно в начале апреля в грунт высаживают в возрасте 45 50 дней условия для физалиса такие же как и для томата такой же ph грунта и такие же требования к температурному режиму и к освещению еще одно растение которое мы можем посеять на рассаду в домашних условиях это капуста обычно капусту мы высеваем в теплице но не у всех же есть теплица у многих нет возможности ездить часто на дачу чтобы поливать и ухаживать за рассадой а значит семена капусты можно посеять дома просто возьмите общую емкость большую заполните плодородной почвой которая будет влагопроницаемой легкой рыхлой и посейте семена глубина заделки семян примерно один полтора сантиметра освещение должно быть хорошим опять же выбирайте освещенный солнцем подоконник и после посева закрывайте емкость стеклом чтобы почва не пересыхала и появились дружные всходы не нужно беспокоиться что рассада будет в стесненной емкости расти после высадки в грунт рассада хорошо переживет пересадку разовьет хорошую корневую систему и быстро пойдет в рост а еще рассада капусты является хладостойкой ее можно вырастить даже на застекленной неотапливаемой лоджии рассада капусты может выдерживать заморозки до минус пяти поэтому днем на лоджии уже солнце уже тепло и можно рассаду выращивать на ней если ночью не ожидается сильных морозов можно рассаду капусты и не заносить в квартире она с легкостью переживет небольшое похолодание небольшие заморозки и на лоджии обязательно посейте вот все перечисленные овощи в апреле и вы получите хороший урожай летом спасибо за внимание до новых встреч